Одесса 219 в студии Ирина Коробко и Антон Равицкий. Сегодня, как и 24 числа, мы будем работать только для вас, однако сегодня наш прямой эфир будет продолжаться еще дольше. Мы будем работать до 22.30. Словом, до того момента, пока не прозвучит последний залп праздничного фейерверка. Сегодня очень хороший день. Сегодня действительно очень праздничный день. Отличная погода. И я думаю, что и родную Одессу, и всех-всех-всех одесситов очень хочется поздравить с этим замечательным праздником. Антон, с днем рождения Одессы. Ой, спасибо. Я себя сразу почувствовал родителям именинника. Поздравляем с именинницей. Поздравляем с именинницей. Дорогие друзья, сегодня снова в городе наши журналисты. Везде, в самых интересных точках вы увидите, как ребята с символикой новой Одессы оказываются реально в гуще событий. Для того, чтобы все, кто не захотел, не смог, не имел возможности приехать сегодня в центр города, чтобы посмотреть, как празднуют день рождения Одессы мамы. Чтобы вы все, сидя у телевизоров, могли ощутить себя частью большого праздника. Никто не останется в стороне. Если вы находитесь дома или если вы находитесь на работе и можете включить телевизор, ищите новую Одессу, потому что Новая Одесса показывает абсолютно все, что будет происходить сегодня в городе. В режиме онлайн-трансляции мы будем работать на протяжении 12 часов. И снова без ложной скромности Новая Одесса единственный городской телеканал, который сегодня предлагает вот такую возможность посмотреть в прямом эфире абсолютно все и узнать абсолютно обо всем, что происходит в нашей имениннице. Будьте вместе с нами. Если вы видите, что происходит что-то интересное, а нас почему-то по какому-то невероятному стечению обстоятельств там нет, набирайте номер 709-10-10. Мы услышим вас, мы узнаем от вас о новостях города и присоединимся к вам. Если даже вы просто хотите поздравить Одессу, опять же, набирайте номер 709-10-10. Ваш город будет учтен. И сегодня, в конце дня, когда отзвучат раскаты салюта, все люди, которые присоединились к нам, мы о них вспомним и скажем, что вместе с нами было 689 тысяч и Сергей Петрович. Надеюсь, что количество одесситов будет очень-очень большим, более 689 тысяч и Сергея Петровича. Да, нас всего миллион, Ирина. И как уже сказал, ну, Антон, нужно немножко быть и, может быть, не всегда очень скромным, знаешь? Ну да. Между прочим, не быть очень скромным, если у вас сегодня родился ребенок, звоните, мы порадуемся за вас, мы отметим между собой это замечательное событие. А может быть, даже попытаемся подсказать вам с выбором имени ребенка, если вы... Конечно. Девочка Одесса, мальчик Решилье, нормально. Однозначно, думаю, вариантов немного. Ну, как уже сказал Антон, сегодня наши съемочные группы работают в городе, освещают абсолютно все праздничные события, которые будут происходить в честь 219 дня рождения Одессы. И вот у нас на связи есть уже первый наш корреспондент, это Александр Лотрев. И ему слово. Саша, доброе утро. Доброе утро, Ирина. Доброе утро, Антон. Здравствуй, Одесса. Поздравляю тебя с праздником. Сегодня 219 лет Одессе. Радостно, что мы вместе с вами сможем весь этот день наблюдать в прямом эфире телекомпании «Новая Одесса». Сейчас мы находимся возле памятника Воронцову, где уже школьники собираются, держат в руках цветы для того, чтобы возложить их этому замечательному князю. Однако колонна, которая будет двигаться сюда с цветами, пока не подошла. Это и неудивительно, ведь только 10 утра на часах. Здесь убирается улица, естественно, потому как утро, потому как Одесса, свой день рождения должна быть чистой. Интересно, что же происходит у Натальи Чеховской, если у нас есть возможность. Давайте спросим у нее. Внимание. Друзья, с праздником вас. Спасибо, Александру, за переданное мне слово. Наша съемочная группа в лице меня, Натальи Чеховской и Сергея Самойлова, находится возле памятника основателям Одессы. Именно Екатерины Второй, Деволана, Дерибаса, Потемкина и Зубова. В общем, здесь сейчас пока собираются люди, здесь должно происходить возложение цветов, но пока школьники с цветами почему-то проходят мимо. Запах от цветов просто такой потрясающий, знаете, и какое-то настроение сразу праздничное становится. Мое внимание привлекла вот эта вот группа молодых людей в полосатых тюльняшках, собственно говоря. И сейчас мы к ним подойдем и попросим поздравить одесситов с праздником. Здравствуйте, ребята. Поздравьте, пожалуйста, любимый город с праздником. Всему городу мы желаем, чтобы он так же процветал, чтобы все было хорошо, чтобы были чистыми улицы и чтобы люди были людьми. Ну и давайте дружно, Одесса, с днем рождения. Давайте. Три, четыре. Одесса, с днем рождения! Николай. Спасибо, Наташа. Доброе утро, дорогие наши телезрители. В первую очередь поздравляю вас с чудесным праздником, с днем рождения нашего любимого города. Я нахожусь на Думской площади. Здесь будут проходить несколько мероприятий, организованные пресс-службой городского совета. По их информации, все они начинаются ровно в 10 часов. В 10 часов начинается торжественное поднятие флага Одессы. Пока что флагшток пустой. А также в 10 часов начнется праздничная сессия, так называемая. Хотя, судя по количеству подаренной в последнее время недвижимости, у нас каждая сессия праздничная. Только что были замечены известные люди. Среди них, к примеру, был Борис Давыдович Литвак. Он прошел в здание Одесского городского совета. Алексей Алексеевич уже на месте. Это мы видим по автомобилю, стоящему, как обычно, на своем месте. Также подъехал митрополит одесский-измаильский Агафангел, народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов и огромное количество депутатов областного и городского совета. Пока мероприятие, торжественное поднятие флага, как вы видите, не началось. Флагшток пустой. Только что здесь был караул с поста номер один. Он здесь отрепетировал и ушел. Так что, судя по всему, мероприятие в 10 часов не начнется. Но как только оно начнется, мы вернемся опять в прямой эфир. Студия. Спасибо, Коля. Знаменитая одесская пунктуальность. Назначена в 10, значит, не позже, чем в 11 начнем. 10.07 сейчас на часах, да. Ну, сегодня праздничный день. Я вообще удивилась, честно говоря, что сегодня масса таких мероприятий на сегодняшний праздничный день назначена. Но опять-таки исполком говорили, что он тоже будет праздничным, будут много награждать. А так что-то дарить, наверное. О, какая прелесть. Опять друг друга. Это всегда так мило, когда люди начинают друг друга вешать замечательные какие-то такие посеребренные штучки. Ну, нас это не коснется, мы в стороне, поэтому... Может, и нам повесят. Что мы знаем о будущем? Нет, на самом деле, Одесса-мама – это все-таки красивая женщина. Она имеет право немножечко опоздать. Ну, на часик где-то, поэтому мы понимаем, что любые события, которые на сегодня намечены, во сколько бы ни было написано их начало, оно состоится тогда, когда они созреют до нужного состояния. Одесса-мама, как настоящая женщина, не опаздывает, она просто немножко задерживается. И Саша Лотарев сейчас с нами на связи, мы слушаем его и передаем ему слово. Друзья, мы по-прежнему возле памятника Воронцову. Вот все хорошо, хорошо начинался день города, но вот не вовремя вышла уборочная техника, поэтому, возможно, меня вам слышно не так хорошо, как хотелось бы, потому как техника ездит и, собственно, говорить практически невозможно. Однако есть и радостная новость. Мариинская гимназия пришла поздравить Одессу с праздником и возложить цветы к Воронцову. И рядом со мной находится президент Мариинской гимназии. Доброе утро. Здравствуйте. А как вас зовут? Александра. Очень приятно, Александра. Вы можете в прямом эфире поздравить Одессу. Мне очень приятно, что мне выдали такую честь поздравлять наш прекрасный город с 219-летием. Я желаю дальнейшего процветания, чтобы мы радовались ее плодам, скажем так, еще очень многие годы, и через 200 лет наши последователи смогли точно так же в прямом эфире поздравить наш родной город с таким праздником. Вы так прекрасно говорите. Вы, наверное, мечтаете стать политиком. Ну, не знаю, в политике я себя, честно говоря, не вижу. Понятно. А какие вообще планы на будущее? Меня многие спрашивают насчет планов на будущее, но действительно никаких даже, никаких мечтаний, никаких планов я себе не придумываю. У меня еще два года, может быть, за эти два года я и определюсь своей будущей профессией и тем, что я буду делать в этой жизни. Понятно. А как праздновать собираетесь? Ну, не знаю, я планирую вместе с друзьями после торжественного возложения цветов просто пройтись по городу, пройтись по памятным местам Одессы, может быть, увидеть что-нибудь новое для себя и, может быть, даже посетить какие-то экскурсии, чтобы узнать больше о своем городе, чтобы иметь возможность потом и детям, и родственникам, и даже родителям рассказать что-нибудь новое. Понятно, спасибо большое. Студия, передаем слово вам. Спасибо, Саша. Саша спрашивает девушку о планах на жизнь, на будущее, а девушка с надеждой ожидала о планах на вечер вопросов. Я думаю, что она еще в том возрасте, когда действительно важнее планы на вечер, а не на жизнь. Еще бы, рядом с Сашей Лотаревым, со знаменитым брюнетом телеканала «Новая Одесса». Красавцем-мужчиной просто. Одесса – это не совсем город, это улыбка Бога. Красиво. Сложно не согласиться с этим. Красивая фраза. Интересными вещами улыбается Бог. Давайте посмотрим, что у нас сегодня, в принципе, намечено интересное. Поднятие флага – это, конечно, редкое событие, но вот мне больше нравится то, что… Как и исполком, впрочем, тоже. Исполком – это очень редко. Вот если бы подняли на флагштоке кого-нибудь из исполкома, было бы намного интереснее. Больше я действительно бы радовалась. Это было бы праздничное, торжественное и как-то неординарное. Кстати, ты обратил внимание, что начала работать техника. То есть сегодняшний, ну такой праздничный день, исполком ответит, отметит. Хотя бы в праздничный день начала работать техника, господа. Очень, да, по-трудовому. Раз в год, 2 сентября у нас традиция. Мы с друзьями выбираем город. Она 100% начинает работать, да. Что у нас сегодня вообще интересного? Сегодня мне подсказывают, что… Мне подсказывают, Антон, извини, что я тебя перебиваю. Но Наташа Чеховская на связи. Давай дадим ей слово. Наталья Чеховская снова поймала морячков. А нет, это не морячки. Наталья Чеховская поймала уже кого-то другого. Давай посмотрим, кого. Девочек-барабанщиц, да? Да, мы ждем. Одесса, с днем рождения! Мне страшно подходить, вы меня не заденете. Здравствуйте, девчонки, с праздником вас. Можете поздравить город. Да, коллектив Мажорета Кассета хочет поздравить нашу замечательную Одессу с днем рождения. Мы хотим, чтобы Одесса дальше процветала и радовала своих жителей живописной природой, архитектурой. Мы очень рады, что мы живем здесь. Отлично, я присоединяюсь ко всем поздравлениям с днем рождения, Одесса. Девочки-барабанщицы были организованы намного лучше, чем предыдущие морячки или дело все-таки Наташа Чеховская. Извиняюсь, но вот мне кажется, что для того, чтобы быть девочками-барабанщицами, этим девочкам не хватает барабанов, они просто с какими-то жезлами пытаются улететь. Ты только на часы смотришь сейчас? Я всегда. Раннее утро практически в Одессе, поэтому, хотя сегодня понедельник, но сегодня второе число, я думаю, что кому-то, наверное, повезло, у кого-то сегодня выходной, потому что, как обычно, второго числа, каким-то предприятиям, может быть, рекомендуют выходные дни. Обычно это предприятие, это Одесский грузополком. Хотя ты знаешь, ну подожди. После тяжелой работы в течение года. Съехника же работала сегодня. Вот именно представители грузополкома и сидят за рулем уборочных машин. Честно говоря, по утренним забитым маршруткам не скажешь, что сегодня кому-то повезло с выходным, потому что доехать удалось с трудом, поэтому такой вот сегодня праздничный рабочий день. Водителям маршруток повезло с выходным, Ирина. Представляете, какая сегодня касса. Вот проехал действительно через центральные улицы города, все, можно неделю отдыхать. Собрал, что нужно, и можно неделю отдыхать. Собрал, что забыли в маршрутках, тоже хорошая версия. Ну, хочется обратить внимание всех наших телезрителей, тех, которые сейчас с нами, которые к нам сейчас присоединяются, я надеюсь, что еще будут присоединяться. Если вы не можете выйти в центр города, если нет желания, нет возможности, или просто не хотите выходить в центр города, включайте новую Одессу, единственный городской канал, который сегодня в прямом эфире транслирует абсолютно все мероприятия, которые касаются дня рождения нашего любимого города. А мероприятий сегодня очень-очень много. Да, начнем с того, что вот в это время начинается выставка одесских художников ко Дню города, например, в выставочном зале Союза художников в Украине. Мы туда отправимся в мощную группу, чтобы посмотреть, какие красивые картины подготовили к дню рождению мамы наши художники-одесситы. Что там еще интересного? Праздничная программа для воспитанников приютов и интернатов. Это на танцплощадке огни маяка. Да, тоже примерно в это время и до 22 часов. То есть рабочий день такой, как и у нас сегодня будет у организаторов этого мероприятия. Я думаю, что очень-очень интересным должен быть маршрут движения праздничного трамвайчика. Это экскурсионный трамвайчик по улицам города с концертной программой. Так что будем ждать, это чуть попозже. Вы давно не ездили в трамваях, Ирина, чувствуется. У нас любой трамвай – это концертная программа. Ты заходишь, а там уже идет концерт. Кстати, да. Кстати, даже готовить Апсова не надо, потому что всегда попадаешь на хорошую, отличную концертную программу. И вот Наташа Чеховская. Наташа тоже куда-то попала. Давайте узнаем, куда. Мы не перестаем принимать поздравления от одесситов. И вот у нас юные представители. Это школьники. Здравствуйте, ребята. Вы можете поздравить Одессу прямо сейчас с праздником. С днем рождения, Одесса! Сейчас мы подойдем к преподавателю. Здравствуйте. Здравствуйте. Какая школа, скажите? 37-я школа. А вы учитель какого предмета? Я заучковник класс на работе и географ. Но безумно не люблю давать интервью. Ну, ничего страшного. Можно зато поздравить Одессу с праздником. Любимый город, любимые одесситы с праздником. Счастья, удачи, успеха во всем. Спасибо вам большое. Ну, вот так вот даже школа поздравляет Одессу с праздником. Сейчас, по идее, вроде как идут уроки, а школьники нет здесь, возле памятника Екатерины, в прямом эфире телеканала «Новая Одесса». Так что оставайтесь с нами на связи. Впереди вас ждет огромное количество поздравлений, интересных мероприятий, да и все-все-все, что здесь будет происходить в центре Одессы сегодня, вы узнаете прямо от нашего телеканала и от наших корреспондентов. Передать праздничное поздравление и просто поздравить любимую Одессу вы можете не только, если найдете наших корреспондентов в городе. Вы можете позвонить нам по телефону прямой линии 709-9-10. Звоните. Вот сегодня эта прямая линия работает в праздничном режиме. Сегодня мы не будем рассказывать о каких-то проблемах, каких-то, может быть, там неурядицах, которые с вами произошли и вы хотели бы привлечь внимание общественности. Сегодня мы работаем в праздничном режиме, поэтому сегодня, набрав номер этого телефона, вы можете просто сказать теплые добрые слова в адрес Одессы, в адрес Одесситова. Может быть, рассказать какую-то свою интересную, чисто одесскую историю. Ваш звонок примут наши редакторы, они будут рады вас слышать, так что звоните, не стесняйтесь. И Саша Лотарев с нами на связи. Саша Лотарев с нами, не уверен, там была какая-то интересная надпись, поэтому пока не увижу лицо, не поверю, что Саша Лотарев на связи. Дорогие друзья, спасибо Антон Ира, мы до сих пор находимся возле памятника Воронцову и сюда постепенно прибывают школьники. Мы уже увидели 47-ю школу, а рядом со мной сейчас стоит Людмила Николаевна, директор 121-й школы. Доброе утро. Доброе утро. Вы такая красивая, нарядная в этот праздничный день. Расскажите, как настроение? Великолепное настроение. Какое может быть настроение печали, если сегодня день рождения любимой Одессы? А это действительно великолепный праздник. И мы, нас объединяют всех одесситов, единственная национальность, мы одесситы. А это значит, мы народ неугомонный, неуемный, успешный, толерантный и радуемся каждому дню, который дам даровано Богом. И сегодня мы возле памятника Воронцова возлагаем цветы, потому что это такая личность, которую нужно помнить, чтить, и это мы делаем в нашей школе. Расскажите, пожалуйста, много ли сегодня пришло детей из вашей школы, и вообще, знаете ли вы, сколько планируется школ возлагать цветы будут? Вы знаете, у каждой школы есть свой объект. И вот три школы, Мариинская гимназия, 47-я и наша, это наш объект Воронцов. Здесь мы возлагаем цветы после возложения почетных граждан Одессы. Они приезжают сюда, возлагают цветы, и мы присоединяемся. А остальные возле памятника Дюка, Морозли, то есть каждая школа имеет свое место, где они почествуют тех людей, значимых для нашего города. Расскажите, как будете праздновать сегодня? Ну, мы начали праздновать вчера. Отлично. Одесская традиция. Вчера. Это было начало, и очень интересный проект в нашей, например, школе. Мы одесситы. И так мы назвали «Я – Одессит». Это проект, который дает возможность каждому ребенку в нашей школе знать намного больше, чем, ну, просто живущего в Одессе. И так как в нашей школе изучают три иностранных языка – английский, французский и польский. Русский. Ну, естественно, украинский. Мы украинская школа изначально. Ты слышишь пяти языков фактически поют? Да, наши дети поют. Мы здесь говорим на пяти языках. И в этом проекте мы готовим экскурсоводов на всех языках, которые изучаются нашими детьми. И подведем итог, и пошлем уже наши наработки. Мы еще и ассоциированы с школой ЮНЕСКО. И выбрали вот такой вот очень интересный для нас проект. Я думаю, что найдет, ну, такой отклик, понимание. Очень радостно и весело, что школьники так активно начали праздновать день рождения Одессы, но почему-то пока не видно представителей более старшего поколения. Да, потому что школьники-то еще вчера начали, 1 сентября. Они продолжили сегодня. Несмотря на выходной, да, у них сегодня второй день праздника, второй день свадьбы практически. Ну, возможно. Поэтому им легче разгон-то взят. Возможно, но мне почему-то очень хочется, но я думаю, что до конца эфира мы, конечно же, услышим ни одного настоящего одессита. Мне очень хочется услышать таких, знаешь, вот, которые говорят вот чисто по-одесски. Да, вот исключительно по-одесски. И у Якова Гопа сегодня выходной. А, Якова Гопа выходной. Нет, ну, есть еще такие, есть еще такие. И есть очень много. Есть же одесский язык. Конечно. При том, что говорят, что вот одесский язык – это не столько чувство юмора, сколько вот именно вот те одессизмы, которые придают изюминки, изюминок и шарма вот нашему такому одесскому языку. Мне когда-то объясняли, что на самом деле одесситы не шутят. Они правда так думают. Это просто всем остальным смешно, когда они это слушают. А так никакого юмора. Одесситы – очень серьезный народ. Они не только так думают, они еще и выражаются так. Они еще и так делают. Выражать это так по-особенному, да, что это становится. Давайте позволим выразиться Коле Покровском, он на связи со студией. Колечка, рассказывай, пожалуйста, что там у нас. Где ты? Коллеги, как вы видите, на Думской площади до сих пор ничего не происходит, и мы решились пройтись по Приморскому бульвару, поговорить с одесситами. И вот мы встретили учеников 2-й гимназии. Рядом со мной один из учеников – Игорь. Доброе утро, Игорь. Доброе утро. Расскажи, пожалуйста, что ваш класс и ты в частности делаешь здесь? Ну, нам сказал классный руководитель приходить сюда на 10 утра. Что мы здесь сделали, и здесь должна быть какая-то линейка к Дню Города. Скажи, пожалуйста, как ты обычно вообще отмечаешь День Города? Ну, обычно иногда прихожу сюда с друзьями погулять. А вот если бы тебе классный руководитель не сказал, ты бы сам не пришел сюда? Ну, так рано нет. А когда? Где-то к часу, наверное. Ты вообще знаешь, какие сегодня будут проходить мероприятия, какие бы ты хотел посетить? Честно сказать, нет. Мы, думаю, мало кто знает сегодня, что будет. Понятно. Игорь, ну, поздравляю одесситов с Днем Города. От имени нашего класса и нашей школы я хочу поздравить вас всех с Днем нашего города. Ну что ж, друзья, будем продолжать общаться с одесситами. Студия. Мальчик ответил, ты как в школе, знаешь, как из класса, подсказали. Поздравить Одессу с Днем Рождения. Одессу с Днем Рождения. Нет, еще сказала классная руководительница, и я пришел. Ну, увы, вот так вот. Действительно, ты, наверное, прав. Вспоминая школьные годы, а если бы классная руководительница тебя к лешему послала, ты бы пошел? Ну, выбора-то нет, все равно нужно идти. А на Думской по-прежнему ничего не происходит. Но будем надеяться, что, как ты правильно сказал, просто задерживаются, да. Как настоящая женщина. Забыли. Забыли, что работать сегодня надо. Что сегодня День Рождения. Это, блин, это же скандал какой. Представляете, про День Рождения жены забыть, или мамы. Вот приходишь, она, где цветы? А чего? И тут вдруг, вот Наташа чувствуется, помнила про День Рождения города, вон какая, нарядная, матроски практически. Самая красивая морячка города. Настоящая морячка. Наташа, мы тебя слушаем. С Днем Рождения, любимый город. Именно с таких слов хочется начинать каждое наше включение. Мы по-прежнему находимся возле памятника Екатерине, ее сподвижников. И здесь начинают собираться школьники, их становится все больше и больше. Вот мы уже поговорили со школьниками из 37-й школы. И вот недалеко от нас собралась 107-я школа. И сейчас мы попробуем пообщаться. Почему попробуем? Мы пообщаемся с директором этой школы. Здравствуйте. С праздником вас. Спасибо, вас также. Расскажите, с кем вы пришли поздравить Одессу с Днем Рождения? Это традиционный такой визит нашей школы на площадь. Это школа номер 107, которая находится на улице Толстого. Дети с удовольствием приходят сюда для того, чтобы поприветствовать руководство города и вообще жителей города с этим прекрасным праздником. И дети стоят с флажками, со значками. И, естественно, потом после этого мероприятия замечательного, ну, во-первых, замечательного, во-вторых, это почетно стоять возле памятника Екатерины. Это очень почетно для нас. И мы ежегодно выполняем вот этот свой долг, стоим возле памятника, а потом мы участвуем в различных мероприятиях города, гуляем по городу, получаем удовольствие. И я хочу поздравить жителей нашего города с этим хорошим праздником. Я считаю, что вот как проходит этот праздник в нашем городе, в других городах на таком уровне это не проходит. Я была и в Киеве на дне города, и в Харькове на дне города. И я считаю, что здесь у нас на очень высоком уровне проходит День Бога. А как вы считаете, Одесса сильно изменилась за 22 года? Конечно, конечно. Вы за 22, ну, вот за 22 независимости Украины. Да, да, я поняла, я поняла, о чем вы говорите, да. Да, конечно, очень сильно изменилась. То есть я считаю, что изменилась вся страна значительно. Потому что страна была, как бы, то, что мы получили 22 года назад, это какой-то такой непонятный кусок бывшей большой страны. А на сегодняшний день это уже единая держава, достаточно сильная. Конечно, еще не такая сильная, как нам хотелось бы. Но у нас все впереди, мы молодая страна, нам всего 22. Конечно, посмотрите на эти лица. Естественно, мы молодая страна с большой перспективой. С днем рождения, Одесса! Мы передаем слово Александру Лотреву, прям вместе передаем слово Саше. Спасибо, Наташа. Мы сейчас нашли юного одессита Пашу, который учится в 47-й школе и который хочет передать привет всем, кто есть в Одессе. Без юмора Одессу мы не представляем. Всегда у нас одесский дух царит. А потому мы это точно знаем. Национальность наша – одессит. Отлично! Спасибо, Паша. Расскажи, пожалуйста, кто-то есть дома, кто-то смотрит тебя сейчас? Да, бабушка с дедушкой. Передавай привет бабушке с дедушкой. Передаю привет своим бабушке и дедушке. Желаю им всего самого лучшего. И желаю всей Одессе всего самого лучшего. Всем одесситам долгих лет жизни, счастья, здоровья, успехов, удачи и всего самого лучшего, а главное – хорошего настроения. Отлично! Спасибо, Паша. Расскажи, пожалуйста, сложно было сегодня вставать? Все-таки первый такой день еще не школьный, но уже нужно куда-то идти. Нет, не совсем, но я же знал, что я иду в свою любимую школу, в своем любимом городе, а самое главное – я же Одессит. Отлично! Спасибо большое! Желаем тебе хорошо отпраздновать этот праздник. Ну и успехов в учебе, конечно. Студия. Какое чудесное и искреннее поздравление. Какой чудесный и неискренний мальчик, вы хотя бы сказали. Ну почему же неискренний? Может быть, он правда так должен. Мы журналистам плохо объяснили, похоже. Они реально отмечают первое сентября. У меня реально такое впечатление. Нет, Антон, просто в первой половине дня активны только школьники. Активны, не по своей воле, так сказать, не по своей собственной. Не своей волею, а только указом пославшей меня жены. В данном случае классные руководительницы. Мало ли. Судя по скандалам в Америке, это уже становится трендом. То, что молодые школьники, молодые учительницы, молодые семейные пары. Хорошо. Молодая Одесса, 219. Что это для города вообще? Семечки, это начало жизни. Одесса, между прочим, в свой день рождения, как всегда, самая красивая. Заметьте. Она всегда красивая, не только в свой день рождения. Но это, правда, во многом из-за того, что гости удачно подобраны. Одесса красивая, а гости, ну, такое. Нормально. Хитрая женщина, подготовилась. Мне очень хочется обратиться еще раз к Одесситам. Очень хочется, чтобы вы сегодня этот день провели вместе с нами, с телекомпанией «Новая Одесса». Если вы дома, если где-то поблизости, если вы не дома, но поблизости есть телевизор, ищите «Новую Одессу». Мы показываем, уже показываем то, что происходит сейчас в городе. Я думаю, судя по тому, что немного пока Одесситов в центре города, думаю, что вам, ну, стоит просто, наверное, все-таки подняться, выйти, пройтись по любимым улицам города, поздравить любимую Одессу, воспользовавшись телефоном нашей горячей линии 709-10-10. Позвоните нам в студию, скажите добрые слова в адрес Одессы, скажите добрые слова в адрес Одесситов. Может быть, не очень добрые в адрес еще кого-то. Ну, у вас есть полная... Ну, это тоже одесская традиция, какое же день рождения, да без драки. Конечно, конечно, есть, ну, еще рано для драки, Антон, только начало. Утро только, раннее утро в Одессе, поэтому так медленно, так вот медленно проходит праздник. Я, кстати, понял, почему мало людей на улицах? Почему? Подействовал наш призыв смотреть на телеканале «Новая Одесса». Все сидят дома и ждут, ну, где все самое. Друзья, все-таки, кто может, вы все-таки отправляетесь в центр города, присоединяйтесь к празднованию. И звоните, звоните нам, звоните нам на горячую линию 709-10-10. Ищите наших журналистов в центре города, их там сегодня очень много работает. И думаю, что... Если я не ошибаюсь, шесть групп будут находиться постоянно в городе, так что это ваш шанс. Если вы сумеете их заинтересовать, значит, вы сможете в прямом эфире поздравить город, друзей и близких с этим замечательным праздником. А еще очень-очень-очень хочется услышать из ваших уст исключительно одесскую речь. Вот какие-то одессизмы, какую-то одессскую речь. Вы такие хотите, чтобы люди нарочно картавили, да? Я такие хочу, чтобы... Дело не вкартавили. Я такие хочу, чтобы мы услышали такие таки таки, как говорят только в Одессе. Потому что я знаю, что очень многие гости нашего города, когда приезжают в Одессу, они прежде всего знают, что спрашивают. Вот я думаю, что и у тебя тоже. А где вот у вас белье на веревках сохнет? И где же говорят... Нередко спрашивают про белье, если честно. Вот тем не менее, мне не раз приходилось слышать это. И где у вас говорят так, как в ликвидации? Мы немножечко... Ну, приходится объяснять, что ликвидация, хотя и достоверное произведение, но все-таки с неким художественным вымыслом. Но тем не менее, в Одессе до сих пор еще таки так говорят, таки да. Поэтому мне очень хочется, чтобы сегодня вот эти одессизмы, эта одесская речь прозвучала и в нашем эфире. Ну что, мы будем стараться. Наши журналисты тоже подключатся к этим попыткам. И, возможно, вы таки порадуетесь, что этот акцент еще живет. Хорошо. Что у нас ближайшее? Что у нас ближайшее? Ближайшее у нас откроет международную выставку, конкурс театрального плаката. Случится это в Музее Западного и Восточного Искусства. И, наверное, должно быть симпатично. Узнаем у Натальи Чеховской чуть попозже. Она сегодня там побывает. Потом откроют на стене героев новые имена. Театральная площадь. Имена Советского Союза и героев... Имена Советского... Наконец-то по имени узнали Советский Союз. На стене героев Советского Союза и стена героев социальной прати. Вот так это звучит, украинскую и державную... Сегодня для нас герои труда, это наши журналисты. Вот, не считая себя, включение за включением, наш герой Саша Лотарев. Друзья, ну что, мы по-прежнему стоим возле памятника Воронцова и ждем колонну, которая будет возлагать цветы. Ждем ее не только мы. Ждут ее три школы, которые находятся возле меня. Это 47-я школа, 121-я и Мариинская гимназия. И кто еще ждет? Ждут работники города, которые убирают улицы. Почему-то сегодня они решили делать это в половине десятого. Их благо, что официальные лица города начали свое шествие только с 10 утра, потому как если бы они начали с Воронцова, то, наверное, кому-то бы досталось. Однако настроение, наверное, у нас хорошее. Все-таки праздник, день города. Мы Одессу еще раз поздравляем и будем готовы сообщать вам о самых последних событиях уже вот-вот скоро. Студия. Я поняла относительно шествия каких-то официальных пути, я не совсем поняла, что он имеет в виду. Ну, видимо, шествия, наверное, представителей исполкома, которые прошествовали в мэрию, я так понимаю, да? Пешком? Да не было такого никогда. Разве что машину угнали, но это будет скандальная новость, но о ней расскажем, если это правда. Сашин градус радости падает. Как-то его не радуют школьники возле Воронцова, надо его поддержать. Вот надо, чтобы он учился у Наташи. Наташа Чеховская всегда жизнерадостна, всегда найдет в себе силы улыбнуться, поздравить город с днем рождения. Давай посмотрим, если вот следующее ее включение, она начнет, она опять скажет с днем рождения, Одесса. На что спорим? Кто молчит в течение следующих 10 минут? Отдых такой. Договорились. Можно выйти из студии даже? Ну, я не знаю. Можно выйти из себя. Я думаю, что такой приз будет достаточно актуальным уже ближе к вечеру. Пока это как-то... Я даже не спорила, потому что Наташа Чеховская улыбается и уже поздравляет Одессу. Наташенька, слово. С днем рождения, Одесса. Вот возле памятника Екатерины уже начало происходить настоящее действие. Сейчас мы видим, как девчонки танцуют красиво. Уже знакомые нам девочки, которые поздравляли город с праздником. А пока там происходит вот такое вот яркое мероприятие, мы решили поговорить с коренной одесситкой, прекрасной женщиной. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, вот в каком поколении вы уже одесситка? Ну, я уже в пятом поколении одесситка. И я так думаю, что насколько я хорошо знаю Одессу, настолько и Одесса хорошо знает меня. Но так как все одесситы искренне любят свою маму, то, да, тоже были как бы возможности в тяжелые годы уехать куда-то. И очень многие мои родственники уехали. Но я категорически не могла. Я даже когда училась в Ленинграде, я выходила на него, чтобы подышать воздухом вот этим вот, ну, не морским, там, река. Но без Одессы я себе не представляю. Я знаю, что ваша деятельность также напрямую связана с Одессой. Всю жизнь я работала в общественных организациях. Раньше клубы были профсоюзными, а профсоюзы это общественные. И когда уже все это позакрывалось, вот в этом году 20 лет мы создали ассоциацию культработников города. И вот все эти 20 лет эта ассоциация работает на культуру города, на пропаганду культуры города, на то, чтобы воспитывать молодежь именно в духе Одессы. Вот нашей Одессы, той, которую... Ну и как получается? Очень хорошо получается, должна я вам сказать. Помимо всего прочего, что мы делаем в самой ассоциации, при Доме ученых, который здесь находится очень рядом, и большое спасибо директору Дома ученых, мы создали при ассоциации два клуба. Первый это имени Валерия Бадзинькова, клуб ретроэстрады, который уже четвертый год действует, и дай бог будет действовать еще долго. И вот в прошлом году я организовала, открыла и являюсь президентом ассоциации «Утесовский дом». На базе дома, где родился и вырос Леонид Ильич Утесов. И тоже очень приятно, что не только мы уже знаем про эту ассоциацию, но и люди, которые экскурсоводы привозят в дом экскурсантов, показывают и рассказывают об Одессе. Настоящая одесситка аж в пятом поколении появилась в эфире нашей телекомпании, я думаю, что она первая, и за ней уже пойдут и пойдут одесситки, или одесситы косяком. Да, вот она, кстати, очень правильно сказала, что одессит это же такая особая разновидность, да, это национальность, независимо от национальности, простите за тавтологию, потому что даже живя в Ленинграде, она вспоминала, вспоминала, не присылала. Давайте одесситу, невзирая на его национальность, Саше Лотареву, дадим возможность пообщаться с одесситами. Одесса, еще раз здравствуй, в данный момент рядом со мной находится человек, который занимается тем, чтобы Одесса была чистая, и даже в такой праздничный день, Лена на страже порядка, на страже чистоты. Лена, расскажите, как ваше настроение сегодня? Нормальное. Нормальное настроение? Давно ли сегодня вы встали и давно ли убираете? 10 минут 7 я приехала на работу. 10 минут 7, а во сколько обычно начинается вот трудовой день? 6, пол 6. 6, а сегодня немножко позже? Да чуть-чуть не поздала, маршрутки сегодня выходные. Сегодня, кстати, в маршрутке очень забитые, не знаете почему? Да, потому что праздник, все едут. Потому что праздник, все хотят доехать и поздравить Одессу. Лена, хотите поздравить Одессу? Да. Поздравьте. С уважением, поздравляю Одессу, чистый город, красивый, до свидания, Одесса. Отлично, спасибо, Лене нужно бежать, Лену уже начальство, вот можем снять начальство, которое... Забирает у нас Лену, но у нас есть Анатолий, Анатолий человек, который ездил возле нас на такой специальной машине. Анатолий, расскажите, как называется эта техника? А? Уборочная машина. Уборочная машина, просто я таких не видел буквально, по-моему, они в прошлом году, да, у нас появились? Нет, почему? Уже лет 7. Вот такой вот я внимательный, нормально. Расскажите, во сколько ваш рабочий день начинается? Мой, где-то в часов 12 ночи. Часов 12 ночи, и вот с 12 вы курсируете по улицам Одессы? Да. А у вас есть какой-то район, или вы по всей Одессе катаетесь? Ну, район наш. Центр? Центр города, Балковская, ну, много улиц. Отлично. Как, по-вашему, изменилась Одесса вот хотя бы за те 7 лет, которые даже у нас существует такая вот новая техника? Ну, я не знаю. К лучшему, наверное. Улучшилась? Да. Расскажите, пожалуйста, что-то хотите пожелать Одессе? Ну, всего самого хорошего. С праздником Одесситов всех. Спасибо большое. Спасибо, студия. Спасибо, Саша. Слушай, он так часто задает вопрос, когда вы проснулись, когда вы приехали на работу, что мне кажется, что Саша просто немножко не выслушил. О чем-то своем наболевшем. Ну, ему интересно, он один себя чувствует таким невыспавшимся. Сашенька, мы дадим тебе поспать, но позже, сегодня, в честь дня рождения города, нужно быть первыми на улицах. Один раз в году бывает такой день, можно уже не выспаться, можно потерпеть. А ведь когда-то он вел утреннее шоу на телеканале «Новая Одесса». Непонятно, как он справлялся с этой задачей. Друзья, ищите «Новую Одессу» в социальных сетях. Facebook, ВКонтакте, заходите к нам на сайт, оставляйте свои сообщения, пожелания. Сегодня самое интересное, я обещаю, мы прочитаем в прямом эфире. Звоните по телефону 709-1010, рассказывайте нашим редакторам о том, что вы видите, где что-то интересное. Быть может, где-то происходит что-то намного более веселое, чем собрание школьников, а наши журналисты пока об этом не знают. Так что расскажите, подскажите, будьте нашими помощниками в том, чтобы создать день рождения города Одессы максимально интересным. Я думаю, Антон, что будет обязательно происходить, что-то более веселое, и не только с участием школьников, но это будет просто чуть-чуть попозже. Потому что план мероприятий достаточно большой. Праздничный концерт и ярмарка, и выставки, приуроченные к празднованию юбилеев с городами, с собратьями. Вот так будет называться мероприятие на греческой площади. Собирали городов, побратимов. Я иногда смотрю на эту Розу Ветрову, или как ты это назвать, которую я на Думской площади и поражаюсь. Сколько городов, как мы со всеми-то подружились, хотят дружить с Одессой. Это как популярный ребенок в школе. Все хотят примазаться. А мы тоже знаем Одессу.